доброе утро с вами юлия и мне хотелось бы поделиться информацией об экскурсии экскурсия к носке дворец и пещеру зевса сразу оговорюсь есть две экскурсии одна короткая она только в пещеру зевса и эта экскурсия на полдня для детей она подходит больше потому что они так не устают и еще другая экскурсия которая включает себе пещеру зевса и к носке дворец и так экскурсия практически на целый день с 8 утра до 6 часов вечера экскурсию можно купить как по интернету на взрослого и ребенка это будет стоить 53 евро и здесь есть очень много различных организаций которые предлагают экскурсию они буквально как грибы растут на каждом шагу и экскурсии проводят на разных языках на английском на французском немецком и на русском на русском языке проводятся в определенный день и мы конечно заказали экскурсию на русском языке нам очень повезло с экскурсоводом экскурсия была очень очень информативной узнали много информации о греции о мифах греции о жизни жителей этого острова мы находимся на острове крип и были остались очень довольны экскурсии и так мы живем в Херсонисе вернее Херсонисе Слиминес это небольшой такой городочек курортный отсюда нас забрал автобус нам повезло потому что мы были практически последними которых забирал автобус и экскурсия началась 8 часов не так рано первая наша остановка была деревня Краси надо сразу сказать что крит это такой остров на котором практически мало жилья до здесь 75 процентов это горы домики деревеньки малюсенькие они расположены только на побережье итак мы приехали в деревню Краси там самое главное это платан которому больше трех тысяч лет остановка была очень маленькая буквально минут 20 просто чтобы выйти сфотографироваться и удивиться этим деревом кстати напротив дерева есть небольшие емкости они остались еще со средних веков и показано как женщины раньше стирали белье следующая остановка автобус шел буквально несколько минут минут 10 это была остановка в монастыре киры кариатид вход туда стоит 2 евро интересно что и в музей и в пещеру и в монастырь платят взрослые одинаково несмотря с какой страны они приехали но дети которые у которых есть паспорт европейского союза проходят во все эти организации и в музей и в пещеру бесплатно причем если в пещеру зевса ты можешь просто сказать у меня приехал там латвии с германии то никто никаких паспортов не проверяет то в музей я в кноцкий дворец у вас спрашивают документы и детям выдают такие билеты где написано free то есть свободный вход и так мы приехали в этот монастырь это женский монастырь причем он был очень-очень много лет мужским и только в последнее время это с 2006 года стал женским на входе сидит приятный дедушка и продают вам билеты стоит билет 2 евро если у вас например как у женщины одеты шорты или штаны то вам дается такое полотенце или такой платок чтобы вы могли сделать из него юбку и так во монастырь очень маленький там находится небольшая циркушка в которой я и расположена эта самая главная икона экскурсовод расскажет о ней можно зажечь свечи интересно что свечи бесплатные можно брать их сколько хочешь и зажигается не только в одном месте как за здравие и за упокой также в этом монастыре есть небольшой музейчик и в принципе красивые виды открываются оттуда остановка тоже небольшая всего полчаса можно все спокойно посмотреть и насладиться прекрасными видами потом снова небольшой переезд и мы попадаем уже в мужской монастырь мужской монастырь тоже он совершенно небольшой небольшая церковь опять же те же самые иконы но здесь вас угощают очень вкусным хлебом который пекут сами монахи и также они показывают как плетутся специальные такие браслеты обереги они продаются везде на всем крите и этот браслет оберег он почти тюрьмске соответствует ношению крестика и монахи показывают как его можно сплести там в этом монастыре тоже есть небольшой музейчик в котором представлены чучело животных и как правило кстати этот музей бесплатный и также этот мужской монастырь вход в него тоже бесплатный и также в каждом из этих монастырей есть небольшие лавки где можно купить иконы масло мыло и специальные такие пластинки металлические с изображениями частей тела детей или колец эти пластинки покупают жители и вешают их какой-то иконе таким образом они просят у нее помощи например если вы купите руку значит чтобы у вас не болели руки если два кольца вы просите чтобы вас взяли замуж или дальше там все такие различные вещи и так после этого опять же небольшой переезд и мы на попадаем приезжать в пещере зевса здесь времени немножко больше получается где-то час сорок в принципе если народу мало то пещера она сама очень небольшая и так чтобы подняться к пещеру существует две дороги можно даже подняться на осликах стоит это 10 евро хотя ослики не доходят самого верха пещеры вот есть дорога одна такая крутая и по ней даже лучше идти потому что во первых там не лежат этих ослинные фекалии вот и ослы не ходят да можно по ней забраться очень хорошо да она немножко такие как ступеньки каменные но и она больше скрыта от солнца там больше деревьев идет больше тени а другая дорога простая вощеная простыми камнями и по ней можно легко тоже добраться до верха интересно что касса находится на самом верху пещеры то есть вот мне было интересно как же вот этот продавец каждый день поднимается эти несчастные 800 метров по крутому склону на работу свою вот и как я уже сказала в кассе кстати в пещере здесь вас спрашивают из какой вы страны то есть там документ не требуют и выдают вам тоже билеты проходите в пещеру пещера она небольшая интересная талактиты талагмиты но в принципе в самой пещеры тело можно провести минут 30 это по максимуму да то есть там где-то 220 ступенек спускаетесь вниз смотрите на красоту пещеры и снова выходите наверх и спускаетесь вниз по дороге на стоянку после того как мы побывали пещере нас отвезли на такую ферму на которой я производят масло оливковое тот же мыло и здесь на этой ферме нам разрешили попробовать разные вещи разные виды раки были сырые оливковое масло разная паста и заливок даже варенье было и заливок и принципе детям кто хотел они могли сделать какие-то поделки из глины но времени очень мало потому что детям тоже хочется попробовать например виноградный сироп и очень мало детей решила пойти сделать эти поделки интересно что практически все работники они говорят на английском и на русском языке да то и даже тот же самый человек который делает поделки с детьми то есть гончар он тоже знает русский язык вот но можно посмотреть как он работает и в этом же на этой же ферме можно купить различные гончарные вещи горшки интересную кружку пифагора вам они объяснят и также посмотреть как делались ковры как делаются вещи из дерева как а делают свечи и конечно попробовать разные греческие вкусности и можно их также приобрести вот после этой я маленькой я остановки мы кстати ферма очень тоже маленькая там буквально один магазин стоит и нет так церквушка небольшая и в принципе вот эти комнатки в которых делают свечи и режут по дереву а после этого мы поехали обедать это скорее всего фирма она составляет какой-то контракт с этой таверной и нас приводят опять же малипсом кстати самую большую деревню на этом плата ла сити да вот и там вам предлагается в принципе по нормальной цене продукты местного производства которые произрастают на этом плата например курица там овощи разные причем интересно что это как столовая больше да сказано вот принесли блюдо курицу обыкновенная куриная ножка пожаренная картошка ничем это не приправлено никакими там красотой не украшено да как это могло бы быть в ресторане но кстати очень вкусно и цены приемленные приблизительно от 8 до 10 евро плюс очень вкусное подают вино домашнего приготовления пол-литра стоит 6 евро вот после этого после этого обеда нас очень сильно всех разморило и если короткая экскурсия она на этом и заканчивается вас разводят по отелям но у нас экскурсия была длинная и мы еще поехали в кновский дворец а вот конечно экскурсовод дает после обеда полчаса отдохнуть в автобусе можно поспать подремать и потом начинается уже экскурсия когда мы подъезды от этой таверны до кновского дворца ехать приблизительно час до полчаса отдых и потом уже начинается рассказывание мифов древней греции почему почему и сама экскурсия в кновском дворце приходит только час перед входом во дворец нужно купить билеты интересно во дворец они стоят 15 евро если вы покупаете в кассе в интернете кругом стоят 18 евро и как я уже сказала если ваш ребенок имеет паспорт европейского союза то ему будут бесплатно между прочим в кновском дворце документы требуют и обязательно нужно купить этот билет потому что без без вот этой бумажки вас не пропустят там кругом стоят турникеты чтобы пройти в этот дворец я конечно советую взять экскурсию в кновский дворец потому что без экскурсии там мало что будет понятно это простое огромное поле где стоят колонны и разложены камни скажем так да то есть практически мало что самому может быть понятно и за час экскурсовода рассказала очень много познакомила нас с историей этого дворца и очень много было информации за что мы ей примела благодарны вот час где-то прошла эта экскурсия потом мы вернулись в автобусы и уже нас стали развозить по отелям да это конечно вот самое сложное время потому что дороги на крите очень узкие автобусу разъехать просто невозможно иногда приходилось давать задний код потому что машины проехать не могут но и вот это время да теоретически кажется там не так долго проехать не такая большая дорога но она у нас вот принципе заняло приблизительно где-то почти час и вот это уже было немножко сложно же думаешь но когда же ты приедешь вот но экскурсия была очень очень хорошая информативная мы знали много информации самим принципе можно тоже все посмотреть да здесь кругом стоят парки проката машин и просто не на каждом углу то есть можно взять машину и самим проехать так как я уже сказала дороге они очень узкие то ехать больше 70 километров практически не возможно вот но мы проехали и автобусы есть тоже хотя до пещеры зевса на автобусе на таком городском транспорте доехать невозможно я рада что вы меня выслушали может быть кому-то мои советы помогут всем желаю прекрасного дня